Сура 69. Исполняемое. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Исполняемое. День суда. День суда называется исполняемое, так как в этот день будет исполнено то, что Аллах обещал и чем грозил. Что оно такое? Исполняемое. И ты, пророк, хоть знаешь, что такое исполняемое? Представляешь ли себе, что это такое? Исамудяне, народ пророка Салиха, и Адиты, народ пророка Худа, считали ложью, не верили в устрашающий день. День суда. Исамудяне были погублены за предельным шумом, а Адиты были погублены ветром, морозным, буйным. Он, Аллах, дал ему ветру наказание. Власть над ними на семь ночей и восемь дней, последовательно, без перерыва. И ты видишь людей там поверженными, словно рухнувшие стволы сгнивших пальм. И видишь ли ты от них хоть что-либо оставшееся? И совершали фараон, и те, кто были до него, и перевернутые, селения, где проповедовал пророк Лут, грехи. И ослушались они посланника Господа своего, который был послан к ним. Фараон ослушался пророка Мусу, а перевернутые селения пророка Лута. И схватил он Аллах, их хваткой великой, наказал жестоким наказанием. «Поистине мы, Аллах, когда вода стала разливаться, во время большого потопа, понесли вас, ваших предков, плавучей, в ковчеги. Чтобы сделать этот потоп для вас, о люди, напоминанием, назидательным примером. И чтобы могло внять этому внимающее ухо, чтобы каждый, у кого есть ухо, помнил это и размышлял над тем, что услышал от Аллаха. И когда будет дунуто в трубу одним дуновением, когда ангел дунет в трубу в первый раз, и будет поднята, и понесена земля, и горы, и будут они превращены в пыль за один раз. «Вот в тот день произойдет событие, наступит день суда, и небо расколется, и будет оно в тот день слабым, будет оно лишено прочности, и ангелы будут находиться по краям его, неба, и понесут трон Господа твоего над ними, в тот день восемь великих ангелов. В тот день, в день суда, вы, о люди, будете представлены перед Аллахом для расчета и воздаяния, и не останется сокрытой перед ним ни одна ваша тайна. И что касается того, кому будет дана его книга деяний в правую руку, он от радости скажет, «Вот вам, читайте мою книгу. Ведь поистине я в земной жизни думал, что встречу свой расчет в день суда, и поэтому готовился к нему, уверовав и совершая благодеяние. И он окажется в жизни довольной, в высоком райском саду, плоды которого близки к обитателям рая. И будет им сказано, ешьте и пейте, наслаждаясь, за то, что вы совершили раньше, в дни прошлые, в земной жизни. А что касается того, кому дана его книга деяний в левую руку, он от горя скажет, «О, если мне вообще не была бы дана моя книга, и если бы я вообще не знал бы, каков мой расчет. О, если эта, смерть земной жизни, была бы конечной, чтобы не было после нее воскрешения. Не избавило меня от наказания Аллаха, мое достояние, богатство. Исчезла от меня моя власть, и остался я одиноким и униженным». И скажет Аллах Всевышний ангелам, «Схватите его и закуете ваковы». Потом в аду его вечно жгите, потом нанести его на цепь, длина которой семьдесят локтей. Ведь поистине он в своей земной жизни не верил в Аллаха Великого. И сам не кормил, и не побуждал других накормить бедного, у которого нет ничего покушать. И нет у него, у этого неверующего, сегодня, в день суда, здесь близкого, который спас бы его от наказания Аллаха. И нет пищи, кроме гноя, выходящего из тел адских мучеников, который не ест никто, кроме упорных грешников, неверующих. Но нет, совсем не так, как вы, о неверующий, думаете и говорите. «Я Аллах, клянусь тем, что вы видите из созданий, и тем, чего не видите». Поистине это Коран, однозначно речь, передаваемая от Аллаха, высокочтимым посланником, пророком Мухаммадом. И это, слова Корана, не речь поэта, который говорит от себя, как вы ложно наговариваете на посланника Аллаха. «О, как мало! Недостаточно вы веруете!» И это, слова Корана, не речь порицателя. «О, как мало вы внимаете увещанием, не размышляете и не видите разницу между речью Аллаха и измышлениями человека?» Это Коран, не с послания от Господа миров, его посланнику Мухаммаду. «А если бы он, пророк Мухаммад, изрек бы на нас, против Аллаха, какие-нибудь ложные речения, то мы схватили бы его, пророка, за правую руку, а потом рассекли бы у него сердечную артерию, и он бы погиб. И не нашлось бы среди вас, о люди, ни одного, кто бы удержал наше наказание от него». «И поистине он Коран, напоминание остерегающимся наказания Аллаха, тем, которые исполняют его повеления и отстраняются от того, что он запретил. И ведь поистине мы однозначно знаем, что среди вас, о люди, есть считающие ложью неверующие. И поистине это неверие в Коран в день суда станет несчастьем для неверных. И поистине он Коран, несомненная истина. «Так восславляй же имя Господа твоего великого и отклоняй все ложное, что говорят неверующие на Аллаха, ведь Аллах превыше всего того, что они говорят, высочайшим высочеством». Евгений Фратег сказал, что «шургановый», это была бы Продолжение следует...